Ребят, всем здорово! И, короче говоря, ребят, я забыл про то, что я на Аризоне на самом-то деле админ. Да, если кто не знал. Поэтому по вашим запросам я сегодня устраиваю админские будни. Так, ну и поскольку я сегодня админ, ребят, я могу требовать от вас поставить лайк, иначе... Ну, вы сами видите, что там написано. В общем, думайте, думайте. Вы, наверное, ребят, вообще сначала спросите, а с чего это вдруг я решил зайти на форум и почекать вообще какие-то жалобы на игроков и на админов. Здесь все просто. Я сегодня листал свои старые ролики и понял, что последний раз я заходил на форум, чтобы почекать жалобы аж три года назад. Вот, видос чекаю жалобы наразводил в GTA Samp. И да, вот так вот молодо я выглядел три года назад. Аж просто слеза пробирает, ребят. Сейчас я уже скуш старый. Посмотрите вообще, кстати, на оформление старого форума, как он раньше выглядел. И как он выглядит сейчас. По-моему, ну, многое поменялось. Блин, смотрите вообще, какие еще здесь были фрапсы. Помнит вообще кто-нибудь вот эти старые худые? Вот такой вот Данте. Ладно, хватит ностальгии, вернемся в наше время. Жалобы Аризона Касса Гранде. Мне сюда. Жалобы на администрацию. Здесь, наверное, самое интересное. И какую-нибудь жалобы на красную администрацию. Стасик Адидасик. Причина личная неприязнь. Меня забанили за чит, когда я не читерил. А ЗГА просто отказывает мои жалобы без причины. Так, вот, ссылка на его первую жалобу. Давайте глянем. Чела, получается, забанили за читы. И он это объясняет тем, что... Я стоял, говорил с другом в ДС. Он сказал, что сделал похожий ник, как у меня. И рванит. И мне прилетает банк. Так, вот. Стасик Адидасик заблокирован Адрианом по причине чит. Админ отвечает. Здравствуйте. Наказал за читы игрока, схожим под ваш ник. Так, давайте глянем, какой похожий ник там у чувака. Так, Лэри Ренессанс. Так, его банят. И чё? А, вот, Стасик Адидасик. Всё, вот, летает читерит. И, да, всё, его банят. Но, кстати, да, здесь банят Стасика Адидасика. А на читах летал его фейк... Стасик Адлдасик. Короче, он просто заменил вот эту буковку. Ну, кстати, в итоге Скайвей написал, что наказание выдано верно. Короче, как-то странно. Я чё-то ничего не понял. Походу, кстати, наш ЗГА просто тупанул и, ну, не увидел разницы в их никнеймах. Ладно, это была просто рандомная первая попавшаяся жалоба, которую я только что открыл. Но я собрал сегодня в кучу несколько других интересных жалоб. И вот на них просто посмотрите, насколько игроки бывают, могут сильно тупить. И насколько вообще неадекватными могут быть эти игроки. Ну и не только. Бывает, что злоупотребляют своими полномочиями и админы, и также тупят. Короче, в следующей жалобе чувак жалуется на то, что его забанили за неадекватство. Я написал в вип-чат, я люблю ШГШ Х6, то есть 6 раз. В итоге получаю бан за неадекватство. Во-первых, кого я оскорбил, задел или обидел? Я просто зафлудил в ВР. Ну, здесь видим, да, что Скайвей забанил игрока Сергей на 30 дней по причине неадекват. Ну, кстати, по-моему, за флуд в вип-чат давать 30 дней бана, это что-то очень жёсткое. Давайте посмотрим опровержение от админа. Доброго времени суток зафлудили весь чат своим бредом, устроив настоящий цирк. За это я вас и заблокировал. Но, да, здесь чувак реально даже не 6 раз написал, я люблю вот этот ШГШ. Кстати, чё это вообще такое? Но в итоге потом написал главный админ нашего сервера, Каса Гранде, и написал, что на первый раз заменю вам наказание на 5 дней. Да, вот так вот, блин. Теперь за простой флуд в вип-чате могут забанить на несколько дней. Конечно, 30 это, по-моему, слишком много, но 5 в самый раз. Следующая жалоба, где чувака забанили за упоминание родных. Суть жалобы, забанили за глупую шутку, с учётом того, что админ тоже шутил. И я думаю, она никого не задела. Скриншот выдачи наказания у нас получается вот такой вот. На 15 дней его забанили по причине упоминания родных. Так, я сразу догадываюсь, что вы хотите знать, что именно сказал этот чил. Но, к сожалению, я этого тоже не знаю. Заместитель главного админа не приложил скриншот того, что именно этот чел написал. Но зато написал, что перебанит его все аккаунты, потому что он находится в ЧС проекта. Короче, суть в том, что чувака забанили за упоминание родных. Он написал жалобу, чтобы его разбанили. Но в итоге оказалось, что чувак просто находится в ЧС проекта. И забанили у него в итоге все остальные аккаунты. Следующая жалоба. Чувака забанили за большие нарушения. Причина, как он пишет, даже полностью не влезла. Здравствуйте. Сегодня захожу на аккаунт где-то в 22.40 по моему времени. А у меня бан за большое количество нарушений. Хотя, что я нарушил. Запомните вот эту просто фразу. Что я нарушил. Я сегодня почти даже не играл. Чисто катался и все. Короче, да, там он не подходил к компьютеру. Ну, алло, вы издеваетесь? Сначала Варн, теперь бан. За что бан? Прошу доказательств моих нарушений и, ну, все такое, короче. Да, вот, самое главное. Требую компенсацию. Вообще, забегая наперед, компенсация в твоем случае, чувак, нужна именно админам, а не тебе. Смотрите почему. Вот, получается, Олежку кофе забанили за массовые нарушения правил. Причем, кстати, как мы видим, всего на 5 дней. То есть, даже не на 30, как того чувака за флут випчат, а на 5. В итоге, заместитель главного админа пишет, что пересмотрел его нарушения. И решил даже увеличить срок его блокировки до 15 дней. Просто смотрите из-за чего. Тут есть спойлер, список репортов. Просто смотрите, какой список вообще репортов. И смотрите, что он вообще сюда пишет, ребят. Вопрос. Не знаю. Ответ. Здравствуйте, уточните свою проблему в следующем репорте. Вопрос. Писька. Писька. Вопрос. Сигма, момент. Вацок, ты что совсем не чувствуешь? Почувствуй. Вопрос 52. Блин, просто посмотрите, сколько репортов у него вообще. Это жесть. И админы ему стараются нормально отвечать. Здравствуйте, уважаемый игрок. Приветствую и вас. Он пишет какую-то фигню и матерится на админов. Ему отвечают, добрый день, не автопьте, пожалуйста. И сердечко. Короче, чуваку просто нечем заняться. Он пишет какую-то фигню в репорт. И думает, что админы не могут посмотреть в логах его репорты, которые он писал. Каждый день на протяжении там сколько, двух или трех недель он пишет и пишет вот эту фигню в репорты. И потом, когда его банят, он пишет. Ну, алло, вы издеваетесь? Требую компенсацию. Я решил даже чекнуть его статистику в оффлайне, потому что он до сих пор в бане. Ну, да, денег у него вообще практически нету. Всего два ляма на банке, 22 на депозите и 57 уровень. Чуваку реально просто нечем заняться на сервере, когда на Аризоне есть столько всего интересного. Ну и в конце концов, просто полюбуйтесь на наказание этого чувака. В основном, как видите, это просто блокировка репорта по причине оффлайне, либо неадекват. А втопить в репорт он начал еще в апреле. То есть почти два месяца он занимался только тем, что неадекватил в репорт. Фу, вот это геймплей у чувака. Просто жесть. Следующая жалоба, если что, не подойдет впечатлительным к просмотру, поэтому если что, скипните. Выдает баны с ничего. Суть жалобы, сообщение в теме жалоба на игрока, то-то-то, здесь ссылка. На опре автора нафиг, видно, что он не проходит сквозь людей, не ездит сквозь стены. С чего ты нафиг выдаешь наказание? Так, открываем эту жалобу. Здесь у нас чувак тут стреляется, его убивают на копте, попадает в больку. За что-то ему, короче, выдают наказание, я здесь особо ничего не увидел. И, во-первых, у меня вопрос, какое вообще отношение имеет вот этот чел к вот этому. И вот этому админу. А второй вопрос, какого вообще он вот так вот разговаривает с незнакомыми людьми, блин. Я, конечно, понимаю, что админы ему не друзья, они там не товарищи, никто. Но просто есть вообще какое-нибудь там воспитание или... Ладно, дальше. Главный админ сервер ему отвечает, что жалоба передана администратору, все такое. И этот форумный герой отвечает, вот, ну да, вот такую вот штуку. Просто набор символов какой-то, я даже прочитать это не могу. И в итоге он чуть не лопнул от того, что так сильно пытался доказать невиновность своего какого-то друга. Но в итоге обкакался. И зря только тратил свое время и нервы вот на это. Блин, откуда вообще берутся такие люди, которые настолько злые и обиженные на что-то? Тем более на бан на Аризоне. Ваш игровой ник Доминатор Аризоний. Причина наказания скип-репорта. Чел жалуется на администратора по причине скип-репорта и... Еще кое-какой причине. Мало того, что администратор не поздоровался со мной, он скипнул репорт, написав перезайдите. Почему я должен перезаходить, когда фулл сервер? Так, у чела получается просто зависла игра, весь экран стал белым и вот так вот у него все мерцает, но... Бро, я тебе открою секрет, здесь спавн просто не поможет, здесь реально надо перезаходить в игру. GTA San Andreas это игра, которая старше тебя 100%, поэтому она может лагать иногда. Нет, ну самое здесь угарное, это то, что чел говорит, мало того, что администратор не поздоровался со мной. С чего он вообще взял, что админы должны здороваться в репорт? Это нигде не прописано и нигде это... Нет таких правил у админов со всеми здороваться. Админ такой же игрок, как и ты, и ты же не здороваешься вот так вот, приходя на центральный рынок со всеми. Писать жалобу на админа, из-за того, что он с тобой не поздоровался и подсказал тебе правильное решение проблемы. Это очень смешно. Короче, да, ребят, как вы уже поняли, на форуме настолько много всяких кринжовых и неадекватных жалоб. Я даже подумаю, наверное, создать отдельную рубрику для этого всего, если, конечно, этот видос вам понравится. Поддержите его, пожалуйста, лайком, ребят, вам ничего это не стоит сделать, просто одна секунда, нажать лайк. Мне будет очень приятно и реально тогда будут выходить видосы про жалобы. Мы с моими друзьями-админами будем стараться искать для вас максимально тупые и прикольные жалобы, над которыми можно немножко поугарать. Увидимся на днях в следующем видосе. Всем до скорого и хороших, хорошего лета, хорошего настроения, блин. А, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм тоже. Там скоро будет конкурс на примерно на 3-4 миллиарда вирт. Ну, это так просто. Субтитры сделал DimaTorzok